Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... Я уже какое-то время хотела заняться подробным изучением исцелений, произошедших во время земного служения Иисуса. Делая то, что делали те люди, мы получим то, что они получили. В Новом Завете записано 19 отдельных случаев исцеления. Некоторые из них повторяются в разных Евангелиях, например, и у Марка, и у Луки, но это все те же случаи. Таких историй 19. Мы знаем, что огромное множество людей, настолько многочисленное, что не сосчитать, было исцелено через служение Иисуса. И Дух Святой руководил людьми, написавшими четыре Евангелия – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Они записали земное служение Иисуса. Библия говорит, что людьми, писавшими Слово, руководил Дух Святой. То есть, не просто сами люди выбирали, что писать. Дух Святой выбирал, что писать. И Дух Святой указал им написать о 19 людях. И нам было бы полезно тщательно изучить эти 19 случаев, по-настоящему с ними познакомиться, в каких обстоятельствах все происходило, какова была динамика этих разных случаев исцеления. Нам следует все это изучить. В пятой главе Луки Слово говорит нам, что великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться. И я скажу так. Уже то, что вы слушаете учение о Слове, ставит вас в правильное положение для исцеления. Если вы его принимаете и действуете согласно Слову, то есть не просто слышите его ушами, а вбираете его в себя, решая быть исполнителем того, что вы слышите. Итак, написано, что люди приходили слушать и врачеваться. То есть мы видим, что слушание предшествует исцелению. Иисус встал и провозгласил в своем родном городе Назарете, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня», а затем перечислил, для чего Он помазан. Зачем Он это сделал? Потому что люди не знают, во что верить, если не услышат. Иисус дал им что-то услышать, чтобы они знали, во что верить. Поэтому важно, чтобы все, кто смотрит эти служения, в том числе по телевизору или в интернете, понимали, что Бог хочет вашего исцеления, но лучший способ исцелиться – это слышать Слово. Слушайте Слово, потому что тогда вы будете знать, как твердо держаться за то, что вы получили. Вы можете слышать Слово сами, читая Библию. Вы можете слышать Слово, смотря проповеди в интернете. Вы можете слышать Слово, ходя в церковь и слушая своего пастора. Существует так много путей, чтобы слышать Слово. Кто-то скажет, «Пастор Нэнси, мне нужно исцеление, и я все еще не исцелен. Я верю, что Иисус хочет, чтобы я исцелился». Ну, если это так, и вы не видите исцеления, увеличьте свое слушание. Потому что сказано, что люди приходили слушать и врачеваться. Так что мы ценим слушание. Многие ценят только исцеление. Да, исцеление нужно ценить, но и слушание нужно ценить. Потому что, слушая, вы получаете наставление и узнаете не только, как принять свое исцеление, но и как послужить кому-то еще. Бог хочет, чтобы мы приняли не только исцеление, но и слушание. Он хочет, чтобы у нас были слышащие уши, и мы слушали учение Слова. Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. И я бы сказала, что учение важнее, чем исцеление. Почему? Потому что, будучи научены, вы сможете принять свое исцеление. Аминь. Иногда люди нуждаются в помощи и вере служителя или другого верующего, чтобы принять свое исцеление. Но слыша достаточно Слова и позволяя ему привиться в вашем сердце, в какой-то момент вы перестанете нуждаться в том, чтобы другие служили вам, как прежде. Потому что вы уже сами будете что-то знать, и ваше слушание поставит вас в правильное положение для исцеления. Слушая учения, вы не зарабатываете исцеление. Вы обретаете навыки, вы учитесь, получаете необходимые знания, потому что враг не перестанет приходить и пытаться вас обокрасть. Мы это называем контр-атаками. Дьявол будет переходить в контр-наступление. Но, будучи научены, вы сумеете преодолеть эти контр-атаки. Если же вы не научены, вы не будете знать, как преодолеть контр-атаки, и дьявол украдет у вас исцеление. Поэтому так полезно не просто исцеляться, но и слушать. Мне нравятся слова Джона Джилейка. Это был сильный служитель с особым акцентом на исцелении. И он сказал, «Я думаю, что иногда мгновенные исцеления вредны людям, что им лучше было бы стоять день за днем и постепенно видеть улучшения, используя свою веру каждый день, потому что, получив что-то своей верой, они будут знать, как получить это в следующий раз, и знать, как помочь другим получить исцеление». Иногда люди просто выходят вперед на молитву за исцеление, или кто-то молится за них, и мгновенно приходит исцеление. Слава Богу за это. Но просто подумайте, чему можно научиться в процессе, когда приходится твердо стоять на своем. Итак, мы посвятим время тому, чтобы рассмотреть описанные в Евангелиях случаи исцелений. И я хотел бы начать с 10 главы Марка. Мы рассмотрим историю слепого Вартемея. Мне так нравится этот человек. Я дорожу им и тем свидетельством, которое он нам оставил. Не прекрасно ли это? Люди все еще исцеляются благодаря свидетельству этого человека. Он ушел с земли около двух тысяч лет назад, но его свидетельство все еще приводит других к свету и к исцелению. Когда Бог делает что-то для вас, рассказывайте об этом, свидетельствуйте, потому что это сможет помочь кому-то. Итак, Марка 10, с 46 по 52 стих. «Приходят в Иерихон, и когда выходил Иисус из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А теперь давайте внимательнее рассмотрим каждый стих. Давайте проанализируем эти стихи и рассмотрим детали, потому что можно, прочитав все это быстро и невнимательно, упустить свет, который содержится в этих стихах. Итак, 46 стих. «Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Интересно, что это один из немногих случаев исцеления, когда записано имя исцеленного человека. Его имя записано. О чем это нам говорит? Это дает нам понять, что он был широко известен в том регионе, как нищий, потому что авторы Евангелии знали, как его зовут. То есть, он выделился в этом обществе просто тем, что просил милостыню. Он был заметен для многих. Люди знали его, как нищего. Но я вам скажу, когда Иисус исцелил его, он стал известен совершенно иначе. Нам он известен не как нищий, нам он известен как чудо, так? Он получил чудо. Я скажу так. Возможно, люди в прошлом знали вас с определенной стороны. Но позвольте Богу переписать какие-то вещи в вашей жизни, и вы станете кем-то, кем не были никогда прежде. Слепой Вартимей больше не был слепым Вартимеем. Он был зрячим Вартимеем. Он стал кем-то, кем не был никогда прежде. Здесь написано, что он сидел у дороги. Что это значит? Он сидел там, где было людно. Где много людей проходило мимо. То есть, это было заметное, неопровержимое чудо, потому что очень многие люди знали Вартимея. Он был широко известен в обществе. 47 стих. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Обратите внимание, он наверняка уже что-то слышал о том, что Иисус – Целитель, и о том, что исцеление – это милость. Потому что он кричал, «Сын Давидов, помилуй меня». Никогда не слышав, что кто-то был исцелен Иисусом, с чего бы он стал кричать об этом? Значит, он что-то слышал. То, что вы слышите, определяет, что вы будете просить. То, что вы слышите, определяет, во что вы будете верить. То, что вы слышите, определяет, чего вы будете ожидать. Важно, что вы слышите. Потому что вы будете верить на основании того, что вы слышите. Если вы слышите что-то неправильное, что Бог делает людей больными, чтобы научить их чему-то, что они пожинают болезни за все свои проступки, так что неудивительно, что они больны. Если вы такое слышите, вы в это поверите, а то, во что вы верите, дьявол исполнит. Если вы верите во что-то, что противоречит слову, Бог не может это исполнить, но есть враг, который это исполнит. А все, что соответствует слову, Бог исполняет. Слушая слово, вы знаете, что дьявол крадет, убивает и губит. А Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть все, что крадет, убивает и губит, все, что обворовывает вашу жизнь, все, что ее ухудшает, не имеет ничего общего с Богом. И многим нужно избавиться от мышления, что Бог использует какой-то вред, какой-то скорбь, какое-то горе или страдание, чтобы чему-то научить. Бог учит через свое слово. Он не учит страданиями. Очевидно, слепой Вартимей услышал что-то, и, к счастью, он услышал что-то правильное. Но просто услышать недостаточно. Он в это поверил. Он в это поверил и потому закричал, что если бы, услышав свидетельство, «Я был рядом с человеком по имени Иисус и видел, как люди исцелялись», слепой Вартимей ответил бы, «Не верю ни единому слову». «Я в это не верю». «Я не верю, что кто-то исцелился». Тогда он не стал бы кричать, услышав, что Иисус идет, так? То есть мы знаем, что он что-то услышал. Итак, сказано, «Услышав, что это Иисус, он начал кричать». И тут нам опять-таки нужно понять, это не крик мольбы, это не крик отчаяния, это не панический крик, не крик «это выше моих сил», не крик тревоги. Это крик веры. Хотя у Вартимея не было зрения, у него был голос. Он не видел, где был Иисус. Он не мог знать, насколько близко от него Иисус находился. Он не мог этого знать. Все, что он знал, это, что рядом дорога. То есть вокруг много людей, много движения, многие проходят мимо. Вы слышали, что у слепых людей обостряются другие чувства? Почему? Просто потому, что приходится больше полагаться на них, и они более натренированы. И если бы Иисус шел по дороге один, Вартимей, возможно, мог бы определить, насколько он близко. Но поскольку это была большая дорога, и там повсюду были люди, толпа окружала Иисуса, вокруг Вартимея была толпа. Он был не способен разобраться, насколько далеко от него Иисус. И он кричал. И я вам гарантирую, он кричал громко. Он кричал громко. Мы видим, что он не просто тихонечко сидел, надеясь, «Бог же знает, что я нуждаюсь в исцелении» или бормоча себе под нос. «Бог знает, мне это нужно. Надеюсь, Он остановится ради меня. Надеюсь, Он послужит мне». Он не вел себя так. Он не просто ждал и надеялся. Он громко закричал, «У меня есть нужда! У меня есть нужда!» Он начал кричать. Многие люди просто сидят, тихонечко ожидая, что Бог свалит что-то на них. Они ждут, чтобы Бог принес им обеспечение, чтобы Бог исцелил их. Но если мы будем делать то же, что библейские герои, мы получим то же, что и они. И что же сделал Вартимей? Он закричал. Он не просто молчал. Он кричал громко и настойчиво. И, как я уже говорила, Он не кричал в страхе или в отчаянии. Христианам нужно понять, мы не отчаявшиеся люди. Это все в прошлом. Родившись свыше, мы потеряли всякое отчаяние. У нас есть обеспечитель, у нас есть целитель, у нас есть помощник, у нас есть любящий нас отец, у нас есть власть. Отчаяние осталось в прошлом. Часто на служение приходят люди, которым сочувствуешь всем сердцем, потому что, возможно, они только что услышали плохой диагноз или что-то еще, что выше их сил. И они выходят вперед на молитву, плача. И ясно, что они плачут не от присутствия Божьего, а от страха, от отчаяния. И я не отношусь к этому легкомысленно, потому что им пришлось столкнуться с чем-то серьезным. Однако я уделяю время тому, чтобы вытащить их из этого плача отчаяния и ввести их в поток веры, потому что Бог отвечает не на плач, а на веру. Мы знаем, что слепой Вартимей не плакал от отчаяния. Это был крик веры. И я говорю людям, послушайте, Бог хочет вашего исцеления больше, чем вы его хотите. Вы можете успокоиться прямо сейчас. Не пытайтесь бороться. Не боритесь, чтобы поверить или принять. Он уже все приготовил и сделал доступным. Это все ваше. Нужно поговорить с людьми и вывести их из состояния отчаяния, если вы хотите им помочь. Нужно привести их в состояние веры, покоя, мира, радости, потому что в этом двигается и проявляется Бог. И мы не просто молимся и просим Бога что-то сделать. Мы провозглашаем. Мы называем. В Римлянам 4,17 речь идет об Аврааме, о том, что он делал. Он называл несуществующее, как существующее. Вера называет. Вера называет. Вера не молчит. Вы не можете сказать, ну, я просто тихонечко верю Господу. От избытка сердца говорят уста. Когда в вашем сердце изобилует вера, ваши уста что-то говорят, что-то провозглашают. Итак, вера называет несуществующее, как существующее. Другими словами, вера говорит тому, чего нет, прийти. Здесь не сказано, что вера называет существующее, как несуществующее. Позвольте объяснить. Как-то я встретила одного больного человека. Его болезнь не была смертельной, но и не сказать, что легкой. И где-то год спустя я снова его встретила и спросила, как ваше здоровье. И он, не знаю, о чем это вы. А я знаю, о чем я. Я была здесь. Я точно знаю, о чем я. А он, нет, не знаю, о чем вы. У меня этого нет. А я, ну, в прошлом году было. Но он думал, что отрицание наличия болезни – смысл этого стиха. Не в этом суть. Не в том, чтобы вести себя так, словно чего-то, что есть, на самом деле нет. Нет, не в том, чтобы существующее называть несуществующим, а в том, чтобы называть несуществующее существующим. То есть я не отрицаю. Положим, у меня болит рука. Я не говорю, нет, рука не болит, думая, что это вера. Нет, вера говорит, боль, ты мне не принадлежишь. Исцеление, ты мне принадлежишь. Боль, убирайся. Исцеление, приди. Говорите тому, чего нет, приди. А не притворяйтесь, будто нет того, что есть. Вот тут люди немного путаются. Они недопонимают веру. Они думают, что Бог хочет, чтобы они притворялись, что факты не являются фактами. Если вам нужно к понедельнику оплатить ипотеку, вам нужно к понедельнику оплатить ипотеку. Это факт. И уж лучше не притворяйтесь, что вам не нужно сделать эту оплату к понедельнику. «Если нет денег, лучше начните право сглашать, говорить тому, чего нет, приди». Вот о чем этот стих. «Вера говорит тому, чего нет, приди». Это определение веры. И именно это делал слепой Вартемий. Он взывал, Он призывал Целителя прийти в Его нужду. Так? Он не дожидался, пока кто-то сжалится над Ним и сделает это за Него. Он Сам взывал. Ваша вера слабеет, когда вы постоянно хотите быть под прикрытием чьей-то веры. Вам нужна собственная вера, берущая на себя инициативу. Тогда вы сможете жить без тревоги, без паники, потому что вы сами будете уметь верить Богу. Аминь. Итак, вера называет несуществующее как существующее. То есть, если в вашем теле боль, скажите, «Я призываю исцеление в мое тело». Я называю свое тело свободным от боли. Я не говорю, что нет боли. Я называю то, что хочу иметь, а не то, что есть сейчас. И это так трудно для ментальных верующих, потому что они пытаются поверить умом и не видят логики. Вы правы. Это нелогично, но это работает. Я не знаю, как мои слова, я принимаю Иисуса как своего Спасителя, перевели меня из одного Царства в другое. Я не понимаю этого. Но поскольку я назвала себя Спасенной, Он совершил мое спасение. И я сменила Царство. Я не знаю, как мои слова, я принимаю Иисуса, забирают грехи, прошлое, делают меня новым творением, делают меня гражданкой небес. И уйдя с этой земли, я буду жить на небе. Я не знаю, как все это происходит посредством слов, но это происходит. Невозможно в этом разобраться умом, потому что ум не способен просчитать то, во что способно поверить сердце. Сердце способно поверить в то, в чем ум не способен разобраться. Вера Божья в сердце, а не в уме. Она в вашем сердце. Поэтому не ограничивайте своим умом то, во что вы верите. У вас ум за разум зайдет. Он не сможет в этом правильно разобраться. Просто утихомирьте свой ум и скажите, «Я верю, мне не нужно в этом разбираться. Я просто верю. Я называю свое тело исцеленным пред лицом боли. Я знаю, что боль есть, но я называю исцеление своим. Я называю тело, свободное от боли, своим. Я называю обеспечение своим. Я призываю необходимый доход. Он приходит. Вы скажете, «Я этого не понимаю». Ну, вспомните, что сказано в Ветхом Завете. «Слабый пусть говорит, я силен». Пусть нищий скажет, «Я богат». Там не сказано, «Слабый пусть говорит, я слаб». И нищему не нужно говорить, «Я нищий». Говорите то, что вы хотите, а не то, что вы видите. Это закон веры. Он действует, когда вы называете. Давайте вот что сделаем. Поскольку определение веры называть несуществующее, как существующее, Римлянам 4, 17, давайте возьмем это определение и вставим его туда, где используется слово «вера». Праведный верою жив будет. Праведный будет жить, называя несуществующее, как существующее. Без веры угодить Богу невозможно. Не называя несуществующее, как существующее, угодить Богу невозможно. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Сия есть победа, победившая мир, когда мы называем несуществующее, как существующее. Это закон веры. Он никак не связан с вашим образованием, никак не связан с тем, в какой части мира вы живете, в какой семье вы воспитывались, какой у вас доход. Он связан только с тем, во что вы выбираете верить, и с тем, что вы выбираете говорить. Аминь. Вот что делал слепой Вартимей. Он кричал, потому что верил, что его ожидает что-то лучшее, чем слепота. Ею он уже был сыт по горло. Можете представить всю жизнь быть слепым? В 106-м псалме, 2-м стихе написано, «Так доскажут избавленные Господом, которых избавил он от руки врага». Мой муж говорил, «Ваше избавление не будет работать, пока вы так не скажете». Вот что такое называть. Это говорить так. Я говорю, что я исцелена. Ну, пастор Нэнси, я стараюсь верить Богу об исцелении. Можно вам сказать, начните называть себя исцеленными. Называйте. Говорите. Я называю себя исцеленным. Да, я знаю, что у меня болит нога, но пред лицом этой боли я говорю. Видите ли, вы не отрицаете, что боль есть. Вы отрицаете, что это ваше будущее. При всей боли в ноге вы говорите, «Я называю себя исцеленным. Я называю свою ногу свободной от боли». Поступая так, вы угождаете Богу. И ответы приходят. Вы спросите, как это работает. Не знаю. Это просто слово. Это слово. Бог исполняет то, что слышит из ваших уст. Слыша, как вы говорите слово, Он исполняет свое слово, звучащее из ваших уст. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась наша программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...